Право есть, а денег нет. Украинцы, которые нуждаются в пересадке органов, умирают в ожидании операции за границей. Минздрав выполнять свою часть обязательств вроде бы и не отказывается, но и на финансирование не даёт. Жертвами чьей игры становятся пациенты, разбирался Игорь Левенок. У меня по процентам было 98% из 100 кисткового мозга было вражено. Это Оксана Гергала. Ей 29. Мама двух детей. Младшенькой Варваре 4 года. Илье скоро будет 6. Мальчик уже понимает, что мама очень больна. Несколько раз в день малыши дарят Оксане волшебные обнимашки, чтобы хоть как-то поддержать её. Вот так нежненько я обнимаю. В феврале Оксана узнала, у неё смертельный недуг, острый лейкоз. Врачи в столичной клинике не обнадёжили. Сказали, нужна пересадка костного мозга. В Украине такого не делают. Да и шансы выжить мизерные. Я не могла дознать своих лекарей, что это рак, что это не рак, потому что я задавала вопросы. Мне только хитали головой и ничего не сказали в ответ. Потому что, наверное, они просто не могли сказать мне в очи, что я умираю. Но совсем по-другому состояние Оксаны оценили белорусские медики. Она не умрёт. Но ей нужна пересадка костного мозга. Цена жизни – 115 тысяч долларов. Сумма неподъёмная. А счёт идёт на дни. Белорусские лекари не доверяют результатам анализов других клиник. Поэтому они провели повторное все обстеживание. И, как выявилось, диагноз у меня – миелоидный лейкоз М0. Сейчас в очереди Минздрава более полусотни пациентов, которым нужна трансплантация органов. Они ждут, когда государство оплатит дорогие операции за границей. Но деньги на лечение в бюджете уже закончились. Мы ещё раз вертаёмся к чиновникам. Пока вы в отпусках отдыхаете, эти люди ждут на ваши решения. От чиновников сейчас зависит конкретное житие конкретных людей, наших украинцев. Закон гарантирует помощь каждому человеку, которого не могут вылечить в Украине. Но из-за недофинансирования онкобольные попадают в очередь смерти. Ждут полгода и даже больше. До операции доживают не все. У моего ребёнка очень мало времени. Каждый день идёт против нас. Но мозг, к сожалению, затягивает. И это очень страшно. Почему мы должны ходить на коленах, просить обычных людей, таких, как мы? Таких, которые обмежены те же возможности. Назвычайно прикро. Очень хочется жить. В Минске Оксану Гергала уже могли бы спасти. В клинике остались деньги украинца, который не дожил до операции. Но наши чиновники никак не могут это согласовать. Ну, например, отправить Оксану в Минск, где уже есть гроши. Что перешкоджает? Боротьба с коррупцией? У нас единое Министерство охраны и здоровья в мире. Какое главное завдание бороться с коррупцией? Не ликовать людей. Не рятовать жизнь. А бороться с коррупцией. Какой будет судьба пациентов, нуждающихся в трансплантации? Об этом подробности спросили у Минздрава. Но ответа на запрос пока нет. Чиновникам нужно время, которым больные уже не располагают. Они обращаются к правительству с требованием срочно выделить деньги на лечение из резервного фонда, чтобы очередь смерти не продолжала расти. Игорь Левенок, Сергей Ведмидь. Подробности телеканал Интер.